блять жестко да не плохо товарищи зрилы здоров сегодня я вам расскажу о новом револьвере люмина расскажу о его перках характеристиках применении в пвп в пве и о моем впечатлении от использования этого револьвера впечатление пока что довольно таки поверхностные потому что я мало времени играл с ним если в будущем что-то изменится я в описании либо в комментариях об этом обязательно сообщу плюс в конце я расскажу вам как этот револьвер выпить итак перки но был раунд убийство из этого оружия оставляют сферу поднимая которую вы получаете в магазин одну хилищую пульку эти хилищие пульки стреляются только от бедра в прицеле все пульки дамажит учитывайте что хилищие пульки которые стреляются от бедра доступны только тогда когда вы подняли сферу за одну сферу одна пулька максимум 5 сфера также до заряжает 4 обычных пульки в магазин у нас дальше баррел идет на стабильность и на отдачу улучшенную кира из транс высокоточные боеприпасы плюс 10 ренджи бессинг of the sky ваши хилищие пульки помимо самого хила поднимают ваш урон и урон цели которую вы отхилили на 20 процентов в пвп и на 35 процентов в пве полимер грипп повышение хендлинга то есть удобство было удобство на этом револьвере очень высокая в отличие от шкалы рэнджи три этапа без потери дамага на этом револьвере возможен только до 28 метров заряженным перком под бафом до 32 метров кара стрельность револера 150 что дает нам самый быстрый ттк среди револьверов но опять-таки возвращаясь к рэнджи вы очень часто будете попадать ситуации когда начинается падение дамага и вам нужно делать четвертый выстрел чтобы противника убить под бафом револьвер убивает за два хэдшота и один бодишот в рамках своей эффективной дальности немного подробнее поговорим о главном перке люмины после поднятия сферы которая остается после кила вы получаете один исцеляющий заряд в обойму после выстрела этим зарядом в союзника он получает кусок хп сразу и запускается реген также вы оба получаете баф на 10 секунд который повышает ваш урон на 20 процентов пвп и на 35 в пве как я уже говорил этот баф не стакается его можно только обновить максимум в обойме может быть 5 исцеляющих зарядов напомню что исцеляющие заряды выстреливаются только от бедра них есть ограничение по времени действия они рикошетят от стен и имеют высокий магнетизм к союзникам учтите что баф на урон от этого револьвера не стакается с кладезью не стакается с расколом на урон и не стакается с бафом который получается от щита титана в средней и войдовой ветке пустотный кодекс командира известно что баф стакается с перками на дамаг на самих пушках и по килл клипа кижского магазина полосой удач буйством рампагой и перком на дамаг от маски также стакается с перком титана прямое наступление тут еще упомянуть что баф люмины действует аналогично перку варлока с кладезью который повышает скорость восстановления способностей таким образом варлок с этим револьвером может стать практически полноценным хилом в реалиях destiny постоянно исцеляя союзников и откатывая свои обилки теперь когда мы обсудили характеристики и перки я хотел бы своим поделиться своим личным мнением алюминия я считаю что это оружие с очень большим потенциалом однако в полном объеме он раскрывается только при осмысленной командной игре для соло игры нужно адаптировать playstyle так как базовые характеристики ствола довольно посредственны недостаток мощности нужно компенсировать грамотной реализации перка но при соло игре и отсутствие координации с тиммейтами иногда может быть очень проблематичным главный баф ощутимо повышает урон оружия но не действует на обилки позволяет добиться ваншота и убийств с двух выстрелов на стволах на которых ранее это было либо невозможно либо требовалось течение обстоятельств и комбинации нужных перков как вы видели в начале видео буря под бафом перка синергии с натиском убивает в голову за один выстрел под бафом люмины монарх под бафом люмины убивает за один выстрел в голову плюс яд просто буря как и любой другой 110 револьвер под бафом люмины стабильно убивает за два выстрела в голову благодаря тому что баф люмины также и повышает скорость отката обилок солнечного варлока в средней ветке с кладезью максимального профита можно добиться если использовать люмину именно с этим сап-классом хотя тот факт что баф люмины не стакается с кладезью и усиливающим расколом ставит под вопрос целесообразность использования данного револьвера в пве а как без бафа это относительно слабое primary и я не могу сказать чтобы у нас были какие-то активности где нужно постоянно стоять и хилить союзников практическое применение в пве пока не следовалось мною досконально но это отсутствие совместимости с основными пве бафами на дамаг значительно ухудшает шанс люмины попасть повседневный лотаут для сложных пве активностей подвести итог скажу что мне очень понравился дизайн данного револьвера и нравится его внешний вид звук стрельбы но как известно это дело вкуса и выбор каждого эффективная реализация данного ствола в пвп требует слаженного скоординированного геймплея если же вы играете соло то скорее всего вам какое-то время придется привыкать к механике ствола и к тому что вам постоянно нужно искать тиммейтов чтобы их отхилить для реализации его основного перка еще хотелось бы упомянуть что люмина это первая пушка с таким явным уклоном в сторону саппорта и на фоне тех новостей которые мы знаем про сентябрь про то что игра будет больше уходить в рпг составляющую не очень интересно как эта тенденция будет развиваться теперь когда мы обсудили что я вам хотел рассказать про сам ствол я хочу рассказать вам как его собственно получать квест очень простой и занимает он 3-4 часа времени плюс-минус берется он в том же месте где и брался раньше торн шип отправляетесь на емз в тросланд и отправляетесь в соляные шахты соляные рудники возможно они на русском называются и на том месте где раньше брался квест на торн забираете из сундука квест дальше вам нужно будет отправиться в один из лос секторов которые меняются каждый час поэтому я не могу вам сказать в какой именно но в этом секторе вам нужно найти еще один сундук оттуда вы забираете торн шип и вам нужно его зарядить арбами сферами света сферы можно формить где угодно я бы вам посоветовал заниматься этим либо на протоколе либо сразу идти в колодец в слепой колодец в городе грез потому что дальнейшие этапы квеста удобнее всего выполнять там после того как вы нафармили 250 сфер начинается следующий этап квеста тут вам нужно формить киллы без перезарядки армии закрытие активностей и закрытие nightfall сумрачный налет на 50000 очков колодец вам нужно закрыть пять раз тир-3 и тир-4 по ходу закрытия колодца вы нафармите киллы без перезарядки ну и потом отправляйтесь в nightfall закрывайте его на 50000 это очень легко на этом этапе квеста вы восстанавливаете перки на той серой пушки на розе которую вам дали в начале квеста в итоге эта пушка станет легендарной и вы сможете забрать ее из коллекции таким образом из квеста вы получаете сразу два ствола после nightfall вам нужно будет закрыть активности я бы посоветовал вам сделать либо один паблик ивент наверное это публичное мероприятие на русском и 8 страйков озеро тенеет так как это самый быстрый страйк в игре либо вы можете просто закрыть девять страйков налетов тут на ваш выбор важно что закрывать все эти активности нужно с розой в руках после этого вам нужно отправиться в пвп и убивать стражи из любого револьвера прогресс от этого этапа квеста командный за ваши киллы вы получаете четыре процента за киллы напарников получаете один процент далее нужно нафармить арбов арбы сферы света в принципе можно фармить и в пвп если вы будете делать дабл киллы либо ультовать или можете пойти в любой пве например тот же в колодец и под бафом гармонии или в любом другом удобном для вас месте на фармите арбов лично мы делали этот этап с арбами параллельно с этапом где нужно убить инвейдера в гамбите обратите внимание что инвейдера в гамбите нужно убить именно вам этот прогресс личный каждый для тех членов фэртима если вы делаете этот квест вместе с друзьями и есть одно особое условие для убийства инвейдера убивать его можно из любого оружия но в течение 10 секунд после начала инвейда и при том условии что он не успеет никого из вашей команды убить по факту если вы получаете медаль not on my watch на английском она называется русская то скорее всего не знаю не в мою смену возможно как то так в общем вы поймете когда увидите эту медаль и именно эта медаль будет означать что вы сделали данный этап последним шагом квеста является страйк на марте победитель тысячи армий наверное он называется страйк там где червебок в конце зол по ходу этого страйка налета вам нужно будет разрушить 11 кристаллов которые разбросаны буквально по всему райку и вам нужно будет вам нужно будет убить зола собственно самого финального босса это нужно сделать за один заход и все это время у вас в руках должна быть розы после убийства зола вы сразу получаете люмину в инвентарь а розу легендарную вы можете достать из коллекции на этом у меня все спасибо вам ребята большое за внимание надеюсь что был вам полезен пока пока